Кадр Воздух точно в такт твоим губам, да богам, шутить охота над людьми в своей игре, и останется лишь фото в опустевшем декабре. Ты спросишь, какой у меня секрет, что за тайна лежит на дне? И я отвечу, что секрета нет, но ты не поверишь мне. Ты будешь искать среди старых книг, под стопками белых рубах, в летучих вдохах, амбер-мистик и в отведенных глазах. Ты будешь искать и в том, что прошло, и в том, что еще пройдет. Ты будешь искать целый век, а потом секрет мой тебя найдет. И ты узнаешь все, что стряслось со мной по твоей вине. Достанешь заколку из шали волос и выдашь секрет мой мне. Еще одно стихотворение на тему секретов и загадок. В человеке все должно быть прекрасно, а в девушке все должно быть загадочно. И лицо, и одежда, и мысли. А также улыбка, глаза и духи. И еще душа, и возраст. В девушке все должно быть загадкой. Выбор обуви, шляпки, аксессуаров, всяческих висюлик и побрякушек, помады, партнеров, предлогов для опоздания, поводов для ссоры, способов примирения, времени ухода, а также возвращения, причин недовольства собой, а также другими, поводов для страдания, а также счастья. Все должно быть загадкой. В какую сторону течет время и зачем? И чего она хочет? Того, что было? Того, что будет? Или того, чего никогда не будет? Но она никогда не хочет того, что есть сейчас, потому что тогда не будет загадки. И еще одна попытка, так сказать, продолжить исследование женской души. Мне нужен идеал мужчины. Неглуп, чрезмерно неумен, неразбитной, но и нечинный, не страшен, но и не смешон, непресен, но и не опасен, разумен, но не без затей. И в него нет одноклассниц, собаки, кошек и детей. Его футбол смотреть не тянет, не засмеется без причин, и никогда вообще не взглянет на прочих женщин и мужчин. Дурных привычек не набрался, нет тяги к перемене мест, не проживал, не провлекался, не пьет, не курит и не ест. Ни разу не глотал лекарства, его призов не сосчитать, несметные свои богатства не знает он, куда девать. И вот когда своей любовью, такой, что не видал весь свет, он на коленях предо мною, ему отвечу гордо «нет». Первыми слетают с кончика языка глаголы желательного наклонения. Дай игрушку, хочу молока, подарки на первый день рождения. Затем наступает очередь предметов, сначала мебели, потом школьных, с седьмого неба в седьмое лето, учите оды, забудьте вольность. Затем наступает пора прилагательных, блестящих, сиятельных, невероятных, ослепительных, обаятельных, необъяснимых и необъятных. А вслед на город ложится вечер, играют тени, глаза танцуют, губами контуры двух наречий, впервые, нежно, вдвоем рисуем. А после снова идут глаголы, чужие, неправильные, не умеющие спрягаться, гонимы ветрами из мешка иола, уйти, уехать, забыть, расстаться. И вместо имени по стреле времени бегут, как в ускоренном кино, многочисленные местоимения «Она», «Они», может быть, даже «Оно». И вдруг, совершенно непредсказуемо, сойдя с экрана твоей мечты, на сцену снова выходит сказуемое, несказанной красоты. Но жизнь постепенно распадается на монологи. Грехи, причастия, дея причастия, дея грехи. И уже приходится искать предлоги. Кому, откуда, зачем идти? И вот на исходе нацетилетия слова кончаются, ящик пустой. Остались на донышке лишь междометия. Ах, ох, эх, ой. Но любовь прорастает заново, покуда сочится речь. Все слова никогда не сказаны, повязаны нитью встреч. Пока еще фраза длится, будут резвиться дни. Что там на другой странице? Переверни. Сейчас я попрошу Юлию спеть еще одну песню, имеющую отношение к еврейскому народу. Песня написана на иврите. Замечательный ПТС Илья Голдберг. Уже в 20 веке. Вообще, надо сказать, что мой опыт переводов с языка иврит сильно отличается от переводов с других языков. Потому что сколько людей мне дают подстрочники, все подстрочники оказываются совершенно разными. И такое ощущение, что смысл песни на иврите как-то конструируется каждый раз заново. И надо сказать, что эта песня на ладина тоже имеет некоторые разнообразные толкования. Так что я думаю, что, так как ладина ближе к испанскому, это не иврит, что здесь дело не в структуре языка иврит, а в душе еврейского народа. Песня называется «Слеход» или «Прощение». «Прощение». «Неоход» или «Прощение». «Прощение». Продолжение следует...